Итак, мы сейчас будем разговаривать о парне, о Денисе, который через месяц начал писать. Ну что ж, пошел дальше. Пора к серьезному коду. Давайте рассмотрим. Итак, я писал об этом парне, и посмотрите видео, то есть его конкретный результат. Человек начал писать. Все, что он говорил, я даю это видео, как стал программистом Денис, посмотрите. В описании был. Там все ответы. Но надо шести дальше, и Денис начал, посмотрел это видео, начал двигаться дальше. Сейчас в этом видео я просто покажу, больше буду для Дениса рассказывать, чтобы он осознал, насколько важно. Итак, какие задачи мы начали решать? Повторяю, чтобы мне не пересказывать, так как это видео будет анализу, вы сначала смотрите вот это видео, потому что там поставлены задачи, что делать. Исходя из этих задач, мы с Денисом составляем дальнейшие шаги. Ребята, это очень важно. Денис начал заниматься итерацией. Для чего? Я сначала напишу сам вопрос, но коротко скажу. Вот представьте. Я на примере Джанга, так будет быстрее. Вьюхи, вьюхи, вьюхи. Ну, смотрите. Итак, Денис разобрался с функциями, прекрасно считывает исходный код, то есть начал разбираться. Разобрался с параметрами и стал вопрос, а из чего-то вот эти основные конструкции, какие изучать. И мы с ним договорились, что мы будем сейчас решать какой вопрос. If, else, try, except и for. То есть пять вещей. В принципе, имея эти пять вещей, можно написать все, что угодно. Денис прислал домашнее задание, где он начал разбираться с итерацией. При этом я ему предоставил, если вы просмотрите видео, что каким способом, то есть что будет средством для решения этих вопросов, это метод утилита EterTools. Денис прислал задание. Задание видно, что пока действительно, пока очень сухо, да, то есть есть знания, которые он написал, которые есть у него, да, и пытается повторять. Это нормально, Денис. То есть тема у вас пока не ожила. Примеры, да, я сказал, что надо сделать дальше. Теперь смотрим. Смотрите. Первым делом нам надо вот эти вещи. Итерация, итерируемый объект, итератор. Вы разобрались на сухом языке. Их надо оживить. Открываем файл, который ответ я написал Денису. И читаем. В данном случае, Денис, сейчас важно очень взять конкретные примеры жизни. Вы берете свой. У нас есть парк, в нем 50 деревьев, 30 сосен, 20 ясеней. И мы с ними уже делаем действия. Очень важно, чтобы была логика. При этом в этой логике вы четко должны научиться определять. Это итерации, итератор, это итерация, это итерируемый объект. Далее я вам написал. Итерация называется повторяющие действия. Это то, что вы взяли с сайта Python. А вот для себя вам надо ответить сейчас на вопросы. Здесь понять, для чего проводится итерация, что происходит, и как это применимо, исходя из выполняемого задания. То есть вот этого, да, конкретного. Вы только берете не прососное, а свое. Итерируемый объект. Ситуация на картинке. Надо взять обратное. То есть то, что не итерируется. У нас сразу становится вопрос. Так, наверное, что-то итерируется. Это есть что-то, что можно отделить. Так вот, Денис, смотрите. Я не хочу гнать, поэтому даю вам задание по порядку. Смотрите. Вы сейчас решаете, какой вопрос? Вы сейчас решаете вопрос, то есть вот у нас есть дом, да. Понятно, что мы его хотим строить. То есть есть функции. Понятно, что мы хотим из чего-то строить. Блоки, кирпичи. Вот это и есть. Try.exe. То есть нам надо конструкции. Как мы будем этот код организовывать. То есть у нас начинается уже организация кода, да. Она многоуровневая, потому что есть паттерны, есть многое. Пока мы берем. И вы решаете сейчас вопрос организации кода, всего лишь пять вещей изучаете. Но эти вещи вы изучаете, потому что они ключевые. Все остальные вещи будут пониматься автоматически, так как у вас уже подтянулся уровень. Но делаем мы это, я сейчас вам немножко открою, да, чтобы вас не пугать. Денис, вы точно справитесь, я просто уверен в этом. Мы эту тему изучаем. Для чего? Для того, чтобы подойти к типам данных. Вы знаете, я сейчас чуть-чуть расскажу. Это Денис для вас, потому что мне всегда потом поступает куча писем. Встановки, ты там придурок и все прочее. Ну, добрый, ребят. Вы делайте по-своему. А у меня вот человек начал писать. Сейчас будем профессионально писать. Там говори, не говори. Сделай лучше. Смотрите. Есть новички за монитором? Думаю, есть. Итак, ребята, я вам начинаю объяснять типы данных, да. А теперь я вам скажу. Ребята, вы изучаете. У нас есть тип данных, там число, строка. И то есть мы проходим типы данных совершенно... Вы, скорее всего, спросите, зачем мы их проходим. А теперь я вам скажу. Ребята, а ну-ка сейчас мне... Что сделаете? Сделайте-ка итерации. Разберите, что такое итерация, итератор, итерируемый объект. А вы скажете, Бавсуновский, мы же только пришли. Вот именно поэтому, ребята, вот это типы данных. На первом этапе вот есть число и есть строка. И этого вам достаточно. Вот Денис изучил функции. Как просмотрите это видео, это очень важно. Вы поймете смысл, почему я это говорю. Как Денис изучил функции. Он понимает, как строится программа. Начал собирать. А теперь, Денис, смотрите, что будет происходить дальше. То есть, это я прибавил со справки, только пока мы этим не занимаемся. Вы решаете вопрос с итерациями. Пока мало информации. Единственное, что я увижу, пока все у вас сыро. Вы оперируете функциями. Я говорю, надо оживить. Вы поняли, да, о чем речь? Оживить в голове. Потому что нам надо размышлять итерации. Вот посчитать, ага, вот эти 20 деревьев, вот эти 15 деревьев. Нам надо досадить туда 20 кленов. Но ведь надо посчитать, там уже 50 есть, значит, туда не надо нам досаживать, значит, другое место. То есть, сейчас надо в это привести, в человеческое мышление. Ведь как вы в жизни поступаете? Если вам надо 3 пачки сахара, вы не покупаете 5. Потому что дома есть 4, допустим, мать или там жена варит варенье. Надо еще 5. Вы не покупаете 50. Начните логически встраивать. Поняли, да? Теперь, когда мы решаем вот это, это у нас оснастка для того, чтобы перейти к следующему шагу потом. Какой у нас будет следующий шаг? Наконец-то мы приблизимся дальше после этого шага профессионально к типам данных. И решим вопрос типами данных профессионально раз навсегда. Это, считайте, тот процесс, когда вы в доме берете, намазали кирпич, положили, намазали, положили. То есть, конкретно строите. Именно это уже действие. Но действия могут быть, как у большинства. Чего-то там наизучали с утра, забыли, пролетели функции и все. А мы с вами пошли с функцией по сему. Давайте смотреть, что будет происходить. Итак, смотрите. Это на будущее. Сейчас вы еще раз, Денис, занимаетесь только этим. Это я для справки. Не вдумайте мне нарушать. Не надо лезть дальше, пока не разберетесь. Смотрите. Следующий шаг. Зачем мы это изучаем? Потому что, если мы откроем... Вот смотрите, я оперирую пунктами А и Б. Если мы откроем последовательность, то мы видим... Это рейбл. То есть, потом видим getItem. То есть, это уже магический метод. Или вы думаете, в питон само по себе происходит, допустим, извлечение по срезам. Это начинает происходить при применении каких-то методов. Иными словами, чтобы было вам проще, я скажу. Вот изучать типы данных, что может список, строка, это бесполезное занятие абсолютно. Зачем нам изучать список и потом долго думать, что же это такое? Проще всего сделать по-другому. Проще всего изучить последовательность. Ведь именно вы сейчас изучаете итераторы. Именно последовательность итерируется. Именно поэтому я вам написал. Сначала разберитесь, что итерируется, а что нет. И вот почему у вас сейчас путаница? Потому что у вас нет того звена, а что итерируется вообще? Это все просто. Вот что итерируется. Там уже написано. Сейчас можете подсмотреть. Итерируется то, что является последовательностью. Разложили камешки на дороге 10. Это у вас последовательность. Да, их можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Можно выбрать по срезам. 2 последних отнять. Можно и так далее. Поняли? Итак. Так вот к этим последовательностям мы с вами подойдем. Но подойдем далее не со стороны того, что там список. Мы разберемся, что же такое последовательность. Но как разбираться с последовательностью, если у нас нет понимания итераций? То есть, к чему я этому говорю, Денис? Смотрите. Сейчас у вас будет оставаться постоянно белое пятно. Как вы пишете, не хватает знаний. Это нормально. Вам сейчас надо всего лишь оживить итерацию, как действие, которым вы можете размышлять. Все начнет становиться на свои места чуть позже, когда вы поймете, что есть последовательности и у них есть итерация, как действие в любой последовательности, выборка по срезам и методы. А тогда вы думаете, ах, список это последовательность, кортеж это последовательность, вам понятно, что с ними делать. Единственное, останется разобраться в типах данных, открыть справку, посмотреть методы и разобраться, где применять кортеж, где список. Все. Что здесь сказано сложного? Вспоминаем азы. Почему не получается программировать? Причина проста. Неверный подход. Поставили функции правильно у Дениса. Писать начал, как он сказал, начал в головы идти. Но, смотрите, последовательность нас приведут к нормальному изучению типов данных, настоящему. То есть мы будем разбираться, уже сможем писать, уже думать на языке, но этого мало. Применение магических методов. Первую очередь, с чем мы будем знакомиться, это опять вперед, сейчас не трогать. То, что магические методы, в первую очередь, нам надо будет научиться применять для проверки. Если мы откроем джанг, я не хочу сейчас искать исходный код, нету времени просто на это. Мне с детьми надо идти хули. Поэтому, смотрите, там есть проверки. И теперь, смотрите, я зачем это вам, Денис, говорю? Насколько важна эта тема, насколько важно вам ее проработать серьезно. Потому что, берем еще дальше, мета-классы. Ну, пока это для нас очень далеко, но суть понятна. Это магия, да, когда классы делают что-то на автомате. Откладываем. Потому что там надо паттерны, это все потом. Но вот что нам надо сейчас будет в джанга. Атрибуты. Здесь, какую библиотеку не открой, все из библиотеки написаны на классах. И везде мы работаем с атрибутами. То есть, то, что есть через точку, да. То есть, идет нечто, точка, и вот идет атрибут. И тут, оказывается, может идти атрибут класса, да. Что это такое, допустим, узнание. Магические методы, мы здесь первым делом познакомимся, они нам помогут не что-то делать, а получать итерацию, информацию. Кроме этого, нам надо будет понимать, как работать с атрибутами. Потому что здесь, смотрите, упустили. Как только упустили итерации, да, они вам везде нужны. Вот тут у вас в джанга и везде, какие библиотеки не работали, вот тут у вас пойдут выскакивать исключения, что неитерируемый объект, ну, как я показывал, да. Сейчас, вот на картинке. То есть, все, атрибуты мертвые для вас. Так вот, смотрите. Теперь еще один такой момент, который я тут не написал. Ведь вот это вот, понимая, то, что я взял атрибуты, то почему мы сейчас это изучаем, да. Это же будет все. Излечь метод, все, везде будет все идти через атрибуты. Ну вот, поняли, да. Вот открываем интернет и смотрим, да. Вот куча страниц по джангу, да. Берем джангу, здесь пишем. И поехали, да. Куча ошибок, что, как делать, кричат. Проще было взять, посмотреть в документацию. Вот сейчас я скажу, где я об этом говорил. Ребята, которые новички, вам не сюда. Денис все это прошел. Для вас будет ссылка. Вот здесь пришел парень, Дима из Белоруссии. И вот для Димы первые задания. В реальности, да. Сначала догнать уровень Дениса, где он свободно владеет функциями, начинает читать файлы. Вот второй шаг, да. То есть, я дам на второй шаг, а там указано, что сделать первым в описании. То есть, ребята, новички, вот сюда. Это я написал, что, ребята, зачем вам приходить в школу. Потому что это все-таки... Я делаю курс бесплатных уроков, чтобы человек, который ходил 2-3 года и не писал, начал писать. Вот взял человек, пришел. Ну, посмотрите видео. Да, 3 года учился, писать не начал. Сейчас за месяц начнем. То есть, но вы же поняли мою мысль. Функции писать начнет, но есть и дальше путь. Значит, идем, либо не идем дальше. Так вот, Денис, смотрите. У нас начинается во всех библиотеках такая вещь, как атрибуты, да. То есть, есть класс. Есть, класс. Джанго. Я в тех видео для новичков это как раз показывал. Поэтому, ребята, в описании туда и поймете. Совсем новички. Здесь уже для более таких серьезных. Реквест, да, нам надо. Если б люди прошли атрибуты, да, четко и смотрим. Смотри, Денис, смотри. Итертульс, да, видишь, вот то, что ты сейчас делаешь. То они бы открыли исходный код и увидели, что пост, гет, это атрибуты. И сразу стало понятно, как с ними работать. Это класс кередикт, да. Именно здесь. Но это уже высший подход, потому что здесь работает все без сельфи, если вы видели. Потому что, ну, я не буду сейчас ударяться в джанго. Это немножко другое. Так вот. И здесь, кстати, здесь идет не последовательность, а здесь работает словарь. По дикту это понятно. Но мы видим и списки, и все прочее. И смотрите, вот то, что я говорил, к чему мы должны будем подойти. Вот здесь говорил, да. Мы будем, должны подойти к методам с нижним подчеркиванием. И видим, да, вот здесь буквально. Sales class name. То есть идет проверка, что это. И смотрите, опять атрибуты на использование классов. Это первое, чему надо научиться в Python. Использовать методы с двумя нижними подчеркиваниями. Как получение информации. Это первый шанс. Потом уже усложняет. Этот поняли смысл. Так вот, все эти ребята, которые сегодня зашли в тупик и начинают нечто там спрашивать, они все сделали что неправильно. Они до сих пор не знают типов данных, потому что они как-то прошли. Второе. Они упустили все, что касается атрибутов. А там очень большая тема для Python. И потом можно переносить на другие языки. Третье. Они не могут прочитать код. То есть что есть реквест, что есть пост, а что есть гет. Это вообще метод, да, хотя все очевидно. В книгах, как правило, пишут. А вот это вот работает, а там как работает? А автор умалчивает. Потому что, в принципе, процента 90, говорю, они не понимают на самом деле. Это обычный Python запрос. Кет запрос с писка. То есть словаря Python. Видите, как все закручено, хотя очень очевидно, да, для меня. И для вас должно, Денис, быть очевидно потом. Почему? Вот здесь при работе с атрибутами, ведь мы же работаем с чем-то. Метод работает. Со списком, со словарем. И если у вас в голове не будет четкого понимания последовательности словарей, и потом это перенесется на другие языки, там, массивы, да, то здесь вы начинаете плыть. И в конце концов вижу и ничего не понимаю. Вот это отсюда все идет. Но чтобы это пошло правильно, открываем. То есть вот этот вопрос перекликается, который вы сейчас с итераторами работаете, он, три проблемы вы решаете комплексно, да. Вы решаете первую проблему, что у вас начинает появляться то, что я говорил, где эта джанга делась. То, что у вас начинает появляться то, те конструкции, то есть конструкции организации кода. Вот эти пять вещей хватает вообще для всего. А джанга их выше крыши. И по сути дела остальное вы будете добавлять уже по ходу. Но оно будет вам понятно, так как здесь весь замысел есть. Это первое, что вы решаете. Для чего я это говорю? Чтобы, Денис, вы поняли, насколько важна эта тема. Второй вопрос, который вы решаете, мы только, имея вот это и... А, стоп, я неправильно сказал. Вот это решаем. Но решаем мы при помощи как? Итертульс. То есть, средство решения и изучения вот этих вещей мы с вами выбрали утилиту Итертульс. Зачем? Отвечаем себе. Чтобы раз навсегда вопрос решить с итерациями раз. Второе. Создать для себя основные конструкции языка, организации кода, с которых мы начнем и которые для нас будут палочкой-выручалочкой в любых местах. Два. Третье. Мы себя готовим к тому, чтобы наконец-таки, понимая итерации, перейти к последовательностям. И понять последовательности, к которым относятся типы данных, как стринг, лист, хартеш, ну, все прочитаете, да? Строка тоже относится, ее тоже можно итерировать, там дальше оно написано. Почему? Потому что буквы Вася имеет В, А, С, И, то есть пять букв. Это тоже будет, вы можете проверить, итерироваться. То есть, смотрите, мы с вами, где это, где это, где это делать, надо идти гулять уже. Мы с вами разбираемся в последовательности. Как только мы с вами разберемся в последовательности и будем понимать свойства последовательности, да? А в последовательности то, что вам придется делать на практике, это постоянная итерация. Язык это итерация. Это много где. Цикл форм будет везде использоваться, практически везде. Смотрим. Фор. Трай. То есть, а это же писал в том числе Рассел Кейт Маги. То есть, круто все, да? Как только мы с вами разберем последовательности и что присуще, какие свойства и действия присущи последовательности, типы данных сами станут на места в голове. Больше их запоминать не надо. Запомнить то надо всего лишь буквально в последовательность 2-3 вещи. Поэтому, беря любой тип данных, которые являются последовательностью, вы уже четко будете знать, что они делают. Разница будет только в методах, в количестве, и где их применять. Но это уже мелочь. Но еще раз говорю, мы основное, что еще мы делаем, что потом мы же собираемся изучать классы. То есть, мы с вами решили, что классы пройдем в начале, да? Ну, определенным образом будем проходить классы тоже. Сельф пока у вас слабовато, ну и так далее. Поехали. Атрибуты и то прочее. Но мы должны вот здесь заложить основы, что потом с атрибутами разобраться. Потому что атрибут, он ведь что-то будет иметь. Какие-то атрибуты будут методами. Но метод ведь что-то делает, при помощи чего-то делает. Отсюда вот рождается вот это понимание. То есть, хватит, пока не буду у вас дальше смысл поняли. Осознали ответственность за эту тему? Получится. Теперь. Вот это уже повыше. Дима, который пришел, Дима из Белоруссии. И все новые ребята топают в другое место. Топают вот сюда, как я сказал. Денис, он уже пишет. Просто мы сейчас говорим о том, что делать дальше. А те, кто только пришел, вот, будет в описании, приходит, не делаем и не пишем годами. Почему? Приходит мысль, что не могу программировать. Чушь. Вот пришел человек, думаю, в течение там определенного времени, месяц, то полтора, но писать он начнет. А уже потом захочет расти, не захочет. Здесь конкретные задания. Для чего давал? Ребята, ведь смотрите, бесплатно столько вот информации. Человек три с половиной года. За месяц поставим на ноги. Денис написал другое видео, увидите, да, когда будете смотреть. Получается, вам надо два видео дать. Я и дал два. А третье будет здесь написано в описании, что посмотрите первое. Денис написал, как? В общем-то не нашел видео про Дениса, я там все это показывал. Что он написал, что такое ощущение было, то, что смотрел, хотел тысячи серий и наконец-то нашел вход. Денис уже пишет. И поэтому здесь мы говорим с Денисом о том, что нам делать дальше. Денис, я надеюсь, вы меня услышали. То есть, насколько важна эта тема и какие дальше задачи нам она поможет решить. Сложного я ничего не рассказал. Но по шагам, как и говорить, по крупизмам все получится. Все, я улетел. Ребят, кому понравилось, ставьте лайк. Приходите в школу. spb-tut.ru Второе. Это блокчейн. Будем писать на Джанго. Первый блокчейн. Если здесь купить доступ, перейти. Там внизу будет 400 БН. Можно получить доступ и Пайтон, и Котлин. То есть, Пайтон, Джанго и блокчейн. Лучше это брать. Почему? Потому что это и технологии изучите, и с функциями наведете порядок. Потому что блокчейн с функцией посложнее. Они вас выпотрошат. И функции Пайтон покажутся и этими. Цветочками. Намного легче. Ну и JavaScript. Прибавите он на Python Джанго. Все, ребят. Спасибо за доверие. Все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.